Доброе утро! Уже стало доброй традицией в конце каждого месяца проводить в нашем эфире караоке-баттл. Напомним, что в Екатеринбурге продолжается турнир караоке без границ, в котором телекомпания ОТВ и радиостанция Народная Волна выбирают своего победителя. Сегодня у нас в гостях претенденты на звание певец Апреля Александр Никульшин и Максим Анистратенко. Доброе утро, мужчина! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! С чего начался ваш путь, так сказать, к славе? Давно ли поете? Можно сказать, с самого детства. Со скольки лет? Сколько о себе помню, то есть с самого сознательного возраста я пою. А поете профессионально? Есть ли музыкальное образование? Да, я учился в музыкальной школе. Максим, а у вас как складывался путь звездный? Я тоже учился в музыкальной школе, но профессионально никогда не участвовал, и на самом деле это первый мой опыт. Именно в караоке-турнире? Да. А в караоке вообще часто ходите, Александр? Ну, вообще, да, по возможности, с друзьями мы очень часто ходим туда, ну и пытаемся как-то расслабиться. Но, к сожалению, это не очень редко получается, потому что времени не хватает. Взрослые, занятые? Да. Максим, а у вас как? Как часто вы посещаете караоке-клубы? Всей ли семьей ходите в караоке? Ну, к сожалению, не всей семьей, но посещаю, да, с завидной периодичностью. Нужно сказать нашим телезрителям, что Максим участвовал в караоке-турнире вместе с супругой. Нет. Нет? Нет. А с кем? Кто эта женщина? Это была девушка, знакомая девушка. Ну, там история у вас такая, что вы вроде как и не собирались участвовать, пошли за компанию, но вот сложилось. Да, у меня был день рождения, и я решил немного поздравить себя вот в таком плане. Ну, здорово. Расскажите про свой репертуар. Вообще, какие песни предпочитаете исполнять? Я предпочитаю исполнять лирические, мелодичные композиции. Вот. Ну, что-то наподобие шансона. А самая любимая песня какая? Ну, на данный момент у меня любимая песня – это «Забыть нельзя». Угу. Максим, а у вас как? Ну, наверное, у меня нет какой-то определенной любимой музыки либо произведения. Я многое слушаю, и для себя, в частности, для своих друзей я тоже люблю попеть вместе с ними, где-то там дома, под гитару. Ну, никакого стиля определенного тоже нет. Все подряд? Да, да, с своего удовольствия. У нас есть небольшая запись с ваших видеовыступлений. Давайте посмотрим. А смех идет, ложится на дорогу, и в белизне ночная пустота. Греховных мыслей мне сладка, чужая власть. Безумец прежде я не знал, что значит страсть. А вообще, чем занимаетесь в жизни? Кем вы работаете, Александр? Я вообще по профессии строитель. Так. Вот. Ну, работаю руководителем проекта. Руковожу стройкой. На стройке знают, что вы? Чем вы занимаетесь по вечерам? Вообще, да. То есть вы и на стройке можете, если что, исполнить? Легко. Максим, как у вас? Чем вы занимаетесь в жизни? У нас одинаковая профессия. Работаете вместе? Я поздравляю. Да, я тоже строитель, и я мастер на участке. Воды все. В общем, кому нужен мастер, обращаемся. Ну, замечательно. Я предлагаю не откладывать в долгий ящик, а прямо сейчас показать ваше мастерство нашим телезрителям.